Хэллоу эрибати, хай мастю донс, хэллоу фэхэнс, ну вот, значит, приближается 22 число, завтра будет 22, сегодня праздник большой, собор Архангела Михаила, да, вот это что у нас, ой, октябрь, нет, а у нас ноябрь идет, уже ноябрь, вот, 21 собор Архангела Михаила, стабильность 2, да, а нулевая стабильность завтра 22, и 25 будет, вот, такое, такое дело, ну и, собственно, на зиму посмотрим до конца весны, какие графики получаются, вот, значит, следующий ноябрь, там декабрь, уже зима начнется, вот уже декабрь, да, будет, здесь два числа 20, то есть 11 и 21, колебания между единицей и тройкой, ну и два вот эти нулевых числа, это декабрь 21 года, состав на 20 году, да, теперь декабрь, январь, это уже пойдет 22 год, 22 год, сейчас посмотрим, это январь 22, да, вот он январь, а, это я вам на январь, нет, вот он январь, да, январь 22, а 31, так, вот он график стабильности, как его лучше поднять, показать, ага, вот это ярче, да, вот таким образом, здесь числа 7, 12, 22, это январь, здесь между двойкой, в основном, ниже двойки поднимается только в два числа, 13 и 24, остальное все двойка и ниже, то есть с января идет уже революционность большая, январь, все дальше, февраль, февраль, да, вот он февраль, 22, 17, 1, 21 нарисовано, здесь 11, тоже опять 21, видите, 24, около этих чисел крутится, и опять двойка, середня, где-то стабильность средняя на ниже двойки, от единицы до двойки, где-то один, может быть, полтора, и вот такие три числа, то есть и полочки, вот эти полочки тоже, обратите внимание, мы уже нашли, что это полочки, длительные такие, нехорошие события, вот это февраль, март, у нас март грозит, ну март здесь, это первая линия неправильная, вторая линия неправильная, вот здесь, смотрите, уже лучше намного, здесь поднялась, и середняк уже выше, март 2022, и вот до пяти поднимается, да, мартовский, весеннее обострение, на стабильность влияет положительно, вот, ну середняк можно вычислить, сами вычислить, и сам ход такой, говорит, что март, как говорится, передышка, после зимой, вот он апрель, апрель 22-го, ну это такой день, то есть месяц тоже критический, 7-й, 12-й, опять 22-й, 25-й, то есть в начале месяца, в конце месяца, январь 22-го, это 31-й, опять 20-го составлено, вот так, и тоже полочка есть, полочки, и невеселенький такой график, можно сказать, то, что январь, теперь, что я же, дальше, что я показываю, февраль, февраль, я показывал, значит, марта, марта, надо, марта сейчас показал, апрель, 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 тоже ничего хорошего, видите, от двойки до единицы, середняк там вообще 1,63, 1,63, вот таким образом, апрель 20-го, 27-го, 21-го составлено, на 22-й, вот такой невеселый, ну, здесь одно число нулевое, только опять же 22-е, видите, на 20-е число, ну, и, значит, характерно то, что в апреле, в марте, да, а, да, в апреле, между единичкой и двойкой все время колебания, и все время идут большие полочки, может, апрель, май, вот май полегче, да, но май уже от тройки до единицы колебания, и опять 21-е число, видите, как интересно, ну, и надо сказать, что вот на эти числа тоже тут и затмение выходит, на 20-е было число, вот полы, на 97% над Америкой, а лунное затмение, да, самый большой за 500 лет, это, я про этот год говорю, ну, апрель, май, ну, а дальше пойдет лето, это мы посмотрели с вами на весну, значит, революционная ситуация продолжается, в Америке кризис управления, почему? Потому что геронтология, она захватывает, если она раньше касалась только Советского Союза, что там была пятилетка ППП, да, 3П, ППП, пятилетка пышных похорон, да, то, значит, здесь уже весь мир это дело охватывает, и начались уже, значит, убиение президентов, арест президентов и, значит, попытка смены физически тех, которые держатся за власть, вот, ну, и плюс к тому же приход в США очень геронтологических таких типов, типа, как говорится, Пердуна Байдена, да, Старый Байдун, раньше мы говорили Пердун, но так выражаться нельзя, это, как говорится, Маветон, Маветон, а мы будем говорить Старый Байдун, да, вот я, например, да, Старый Байдун, и в Америке такой же Старый Байдун сидит, сидит, вот, ну, и рядом где-то находится тоже в России Сен-Цен-Пин, то же самое, но он уже, Сен-Цен-Пин себе великого, ну, не великого, но кормчего, кормчего, значит, вот этой революции, великий осталось только добавить, великий кормчий, это Мао-Це-Дун был, и дальше Мавзолей и так далее, и тому подобное, тоже приближается, ну, и, соответственно, в Италии-то тоже там кризис очень большой, там выступления большие, народ, ну, как вот правильно заметил злой колок, здесь он Сергея Сенского вспомнил, значит, когда Сергей Сенский про Крым писал, про Севастополь, там, 1820-е годы, 20-е годы, то есть 200 лет назад, да, как там, та же обстановка была, тоже эпидемия назначена, как там были кордоны везде введены, и эпидемии не было, народ продолжал доить государство, доить казну за счет этого, пока народ не восстал, не убил нескольких там начальников, все продолжались эти вот безобразия, с этого там лишения тоже проезда, пропусков, выходить из квартиры нельзя было тоже, 200 лет назад, да, ну и так далее, вот это злой колок недавно об этом говорил, что история повторяется, ну, как мы и говорили, что, значит, Матриб Сепфагор об этом говорит, что мы сейчас повторяем, вот в этом году, мы 12-й год повторяем, как там была атипичная пневмония, но ее не раздывали настолько, и на мировой уровень вот это, мировое правительство показало себя в этом ковиде, но когда приграничный конфликт случился в Беларуси, это было показателем, то есть они сами себя, пропаганда это загнобила, и они замолчали об этом ковиде и вспомнили про гуманизм, вот это, да, жалость к людям, что вот дети там переживал, наш вот это кремлевский сиделец, он переживал за детей вот этих иракских, которые толпятся у лукашенской границы, хоть чуть у Польшу, это значит, домогается до Польши и Германии. Но здесь политика какая, уже забыли они все про мировую пандемию, что вот пандемия идет в Европу с этими беженцами, а число их все время увеличивается и способствует этому делу Москаву, а у Москавы почему выгодно это дело-то, а у Москавы-то проблемы как раз не хватает на стройках рабсилы, не хватает, в два раза уменьшилось, стройки все прекратились, тут я вижу, вот дома, как они коробки стояли, так и все, неким работать стало, это как вот Сотоковщий-Дрин, да, дикий помещик, значит, народ везде он поуничтожал этот дикий помещик, и нечем было даже людской завод заводить, не неким было. Вот так же и тут тоже, и расчет на рабов, значит, борьба за рабов. Ну, там ряд германских городов тоже хотят пустить, потому что им тоже работы нужны, они в Европе нужны работы, правильно? Тем более там все со знанием языка идут, грамотные, с деньгами с большими, они там наворовали у себя в Ираке, в Сирии, там и все, и сейчас они лезут в Европу, больно хорошо, да еще пособие дадут, а мы прикинемся нищие, вот так вот. То есть здесь Европу мы гнобим чем? Что вот этими беженцами, а с другой стороны мы знаем, что Европу идти не пустят, даже из соображений этого ковидного кордона, и, значит, мы ждем, когда вот эти беженцы повернутся опять к Москве и скажут, о, раз нас сюда не пускают, назад возвращаться не будем, пойдем к Путину. А тут их быстро приспособят на стройки, ну, там у нас швабры, палки, если это загонят, то куда надо, вот, и будут там они пахать на стройках. Ну, там же их и могут и на юге, и Ставропольский край большой, там, значит, большая Цапковия, да, там, и министр Цапков номер три, первым был там этот какой-то Качев, да, потом вот этот вот сейчас, этот Цапков номер три, Качев, этот Цапков номер два был. Вот таким образом. То есть и сельское хозяйство у нас, значит, из-за этого страдает, и страдает из-за этого стройки, поэтому вот расчет двух зайцев убить, вот эта хитрость такая старого, значит, Аширы, кремлевского Ашира. Вот мы, и одновременно вот эти вот сбросы, все информационные сбросы, касающиеся современной ситуации, которые идут из уст наших министров, вот, Лаврова, там, вот, и более мелких представителей, там, типа, как говорится, подкладкой этой всей власти, Сатановский, вот эта подкладка, да, эти товарищи, они, значит, тоже высказываются по политическим сооружениям. Медведев, пишут статьи, опять появился вот этот Владислав, который, это бывший чеченец, да, под другим, ну, был в администрации президента, одним из замов председателя, вот, ну, знаете, о ком там молодой есть такой наркоман, пропагандированной наркоманией, вот, и он тоже политический такой вброс, что нестабильность в стране появляется, возможно, нестабильность в стране. Но нестабильность в стране понятна, потому что, вот, правильно злой пологоворит, 200-летний опыт может показать, к чему это все стремится, возмущение народа, убийство высокопоставленных начальников, но нескольких там убьют, пока, наконец, власть не разгородит все эти загородки, значит, возвратит льготы пенсионерам, этот проезд на транспорте, заходы в магазины, в рестораны, все такое прочее. Ну, вот, в итоге-то раздачники-то ковида кто являются? Ну, мы знаем, что раздачники ковида являются те, кто и создают вакцины, потому что вакцины всегда создаются немножко раньше, чем вот это распространение осуществляется болезни, правильно, да? Так ведь надо, потому что, если мы не создадим вот эту вакцину, скажем, вот этот, как спутник Ви, да, то у нас армия, значит, невозможно защитить армию и самокомандный состав. Поэтому, естественно, там какая-то гамолея, она работает и вот гамонит и глумит голову, как говорится нам, да, и разрабатывает подпольно. Но потом, когда вот пожар случается в векторе, и там эти пробирки все разлетаются, неизвестно, куда девается пожар, ведь это скрыть хищение вот этих вот пробирок, с этим вирусом, правильно? Вот это ясно, для чего делается пожар, так вот для этого и делается. Дальше это распространяется, каким он? Через вектор, через США, вот эту китайскую даму, которая приехала в Пекин, и там разбросала в Пекине, потом она привезла же эту пробирку из США, правильно? Потом французы работали, они работают по своим каналам, там с Африкой, забрасывают в Африку, туда, сюда, пятый, десятый, но так же англичане не теряются, они же с отравой работают давно, у них эта отрава, это как способ, как говорится, опричного воздействия на неугодных людей, правильно? Поэтому там тоже вбрасывается, у них там по своим доминионам, там Канада, там Австралия, и кенгуру там заражают и все прочее, и позаражают даже зверей, уже оказывается, у зверей вот этот вот вирус уже нашли, ковид. Но, конечно, интересно посмотреть, с точки зрения Пифагора, кто же вот возглавляет вот это, кто же академик там, российский Менгеле, который разрабатывает вот это, и вакцину, и сам вирус, конечно, имел отношение, да, каким-то образом, если он не имел того, кто бы его в академике взял, правильно? Вот таким образом. А есть такой вот он, Гинцбург, не Гинцбург, обычно в Гинцбурге-то бывает, хорошие это Гинцбурги, а Гинцбурги это нехорошие люди, не наши. Александр Леонидович, да, российский Менгеле, академик РАН. Ну, он, кролик, год кролика родился, 51-й год, написано 10-го, 11-го. Ну, скорее всего, он вечером родился, потому что эти сатанисты, они рождаются под вечер. Вот 10, обычно, да, чаще всего, 10-го, 11-го, 51-го, смотрите, 8 единиц. Ну, это вообще жутко, и смотрите, это он даже переплюнул нашу великую войну Чкерии, у него 11-й, а у великую войну Чкерии десятка здесь стоит, то есть духовность, да, десятка, а здесь 11. Ну, это говорит о том, что полная бизантропия, и миллиард, ну, может, даже 6 миллиардов, ну, пожалуйста, запросто. Тем более, там целая семейственность работает, там работает у него и жена, доктор наук, она тем же занимается, и дочка еще работает, вот таким образом, и внучка еще учится пока, ну, тоже готовится, наверное, да, рожеволосая бестия, да, вот 11, вот его, 11-11, 51-го, здесь уже 7 единиц, и сумма 13, да, здесь сумма 12, как бы ему не соответствует, и по семье двойка здесь не соответствует, и то, что он пошел вот именно в медицинскую эту технику, вот эти две двойки, то они говорят, что он пошел правильно, да, поэтому, видите, он сразу дошел до академии, тем более, у него вот восьмерка есть, и юмор есть две девятки, да, то есть, ну, вот, но все-таки десятка мизантропии-то осталось, и видно, что здесь он рептилоид, но он и тут рептилоид, и тут рептилоид, и это чисто рептилоид, поэтому его задача всем заниматься своим личным здоровьем и здоровьем подобных им, подобных его людей, то есть, у которых нету вот этой четверки, именно они, прежде всего, страдают от всяких заболеваний, и задача-то была какая, чтобы они не страдали, чтобы, как говорит наш великий вождь, значит, великий корчий, московский, он говорит, что создано уже, которое на генетическом уровне, будут определять, если там в генах есть, ведь там национальность зашита, там H1N1 какой-то, есть сочетание букв, вот, вот, в геноме, то будут избирательны на этот геном, вот, русских надо уничтожить, уничтожить всех русских, вот, у кого там четверки есть, оставить, у кого только нули, это, нездоровых всех оставить, детей Путина, можно сказать, да, но с нулевками все, которые, деньги просят по телевизору, подать пиццу, миллионы там, это, на лекарства, таком-то мальчик, таком-то, это все дети Путина, они родились, как раз в этот период, когда, ну, отрезано от диет, питания, были все матери, и праматери, и так далее, и так далее, вот, поэтому, значит, Менгель, она же продолжается, фашизм идет на восток, правильно, коммунизм пришел с Англии сюда, фашизм сейчас идет вторым эшелоном на Китай, потому что сейчас, как вот Путин это ломает, его ломают через ногу просто, ломают, через колено его ломают, и заставляет его ориентироваться против Китая, ну, как бы тоже загружиться с Китаем, а потом устроить ему такую же вот эту вот авантюру, гибридную войну, типа, как вот он сейчас ведет с Западом, через Лукашенко, да, ну, как бы возьмем, что, мол, мы враги между собой, Гитлер тоже так же разыграл такую карту, мы, мол, враги, а мы со Сталин друзья, и все такое прочее, это было прикрытие, а войска сосредотачивались в основном здесь, на этой территории, так же, как сейчас войска в основном там, на востоке, сосредотачиваются, и против Японии, и Китая, ну, неизвестно там, как, ну, по крайней мере, задача сейчас американцев, англичан, конечно, это сломать коммунизм, Китая, перевести на троцкистский путь, так же, как Россию, они перевели через троцкист, через Крущева, и вот это, и Нина Петровна, ему хорошо говорящая, по-английскому, они перевели, вот это вот, троцкист, троцкист протянули через Россию, а троцкист тянет с собой фашизм, это даже Сталина же отмечал, почему он это, и приказал зарубить, вот этим ледорубам этого Троцкого, да, и на могилу ходит Чубайс, на могилу Троцкого ходит Чубайс, в общем, история такая сложная, но надо сделать вывод какой-то, кто это же, вот человек, да, который возглавляет этот ковид, который вызывает там тромбоз, и все так и прочее, и всякую фигню тянет за собой, все принятые, помирают, вот он, ну вот он, смотрите, это, это был бы лучше доктором, Гаркалин, да, недавно, Гаркалин, кто же Кроликов, он играл Кроликов, а этот Гейзбук натуральный Кролик, он родился в год Кроликов, а этот играл Кроликов, и видите, у него какая матрица, у Гаркалин-то, тоже медик, он должен был медиком, он и в куклы играл, вот как, его сориентировал отец на слесаря, но это не его была стезя, его была стезя медицина, и он бы возглавлял вот эту штуку, вместо этого Гейзбурга, поверхностного человека, да, а этот более глубокий, у него пятерок, смотрите, трое было, четверки, две четверки, ну, он свое здоровье, конечно, испытывал хорошо через водочку, да, ну, и дрался там, и все такое, почему, а потому, что мы говорили, что если двойки, только в медицину, все, вот, поэтому такая Загогулина у него вышла 20-го, 11-го, 21-го года, а Загогулина, она объясняется очень просто, он в 14-м году выступил, значит, против политики партии, в отношении Украины, в 14-м году, ну, и с тех пор, он стал, его на тормозах спускали, и дальше его развязали, раскодировали, от алкоголизма его жена закодировала, и он начал опять хлестать, и драться, и так далее, и тому подобное, в 15-м году ему там на колошматили хорошо, потом опять ввязался в драку, выбили все зубы, ну, в общем, и стал пить, у него, говорит, не кровь, одна водка там, и антител никаких нет, вот 20-го 11-го он скончался, видите, а у этого день рождения как раз, 10-го 11-го день рождения, ноябрь, да, вот два как бы человека, ну, вот этот, его неправильно, тоже, видите, юморок, он заработал, правильно, он юморист такой был, характер хороший, видите, в отличие, а здесь вот, жестокости, крайней жестокости, это крайне жестокий человек, вот, ну, для близких, для своих, для рептилоидов, он готов на многое, вот, таким образом, и понятно, загогольный, понятно, почему он пошел, по наклону, с 14-го года, этот Гаркалин, Гаркалин, вот, таким образом, кто такой же, значит, у нас Гензбург, Александр Леонидович, академик РАН, разработчик, вот это, значит, чем прививаются все, как называют, в интернете, жижи, разработчик жижи, кроликот, поверхностный человек, ну, ясное дело, что поверхностный, потому что оно все, неиспытано, все тепля, лишь бы, авось, да, вот так, авось до кобыть, и лучше его качество, тоже поверхностное, вся вот эта, вот его дипломатия, все это, обхождение, все это, словоблудие, это все поверхностное, слушать его совершенно нельзя, это пустой звук, это все равно, что слушать, значит, спускающий унитаз, вода бачков, инструмент, вы лучше слушайте, чем этого Гитлзбурга, больше, больше, больше пользы будет, значит, он таинственный человек, правда, да, еще можно сказать, что поверхностный, консерватор, и самое главное у него личный комфорт, и личная безопасность, личный комфорт, личная безопасность, вот, это у него в самых, во-первых, строках, нет чувства ответственности, перед ближними даже, и мизантроп, ну, мизантроп мы видели, тут уже вообще, разошкаливает, мизантропия, ну, миллиардами, может он косить это, с помощью вот этих маленьких, вирусов, да, таинственный, и загадочный человек, неоткровенный, даже с ближними, ставит их перед свершившимся фактом, надь, вынь, и положь эту, не любит неизвестных ситуаций, с другой стороны, и занят в основном собственным здоровьем, ну, потому что у него четверки нет, потому что он и в медицину-то пошел за этим, он не знал, что у него две двойки, и что он будет служить в медицине, вот этим спасать в основном этих, как говорится, рептилоидов, вот этих наследников рептилоидов, потому что в основном вот эти все вирусы и так далее бьют по тем людям, у которых нет четверок в основном, или которые себя сельском запустили, вот типа горкали, который пропил свое здоровье, вот эти две четверки, он их пропил, потому что не туда пошел, ему надо было в медицину идти, как мы говорили все время, все время неоднократно подчеркиваем, что просто губит себя человек, он в пациента превращается, если у него с двумя двойками идет медицина, ну, вот, пожалуйста, этот вот старший горкали на три года, он, пожалуйста, живет, Геннезбург Александр Леонидович, вот таким образом, внешне он, собственно, весело, уравновешен в центре общества, но внутри он пессимист, ну, и надо сказать, что вот примерно под такими же звездами родился и Макиавелли, который, мы знаем, он гуманизм далеко не отличался, и мизотроп был такой же степени, мы как-то рассматриваем. Вот таким образом, то есть, эта наука, она, ну, вот, даже вот последний инцидент, с этим опять Роскосмос отличился, но не Роскосмос, это не мы виноваты, это Министерство обороны испытывало антиспутниковое оружие, и разбили свой же спутник, там, Космос 1408, то есть 1408, Космос, который летал-летал, и решили его сбить. Но они опять же так и засрали все, так же, как Лукашенко границу свою засрал. Вот таким образом, осколки-то они чуть не поразили вот эту международную космическую станцию, еще поразят при следствующих витках, если куда-то там ее не поднять, не вывести, и за всеми же осколками не проследишь, там уже дыра была в спутнике, они же уже переживали, что такое, откуда дыра появилась, а кенгуру в своем кармане обнаружило дыру, да, также и наши тоже космонавты заделывали, эпоксидили там, и все такое прочее, ну, пока летают туда, на станцию, но хотят новую станцию, а Китай свою станцию строит, он самостоятельно, и уже к какому-то там недалекому году он собирается уже на луну тайквонавтов туда заткнуть, своих тайквонавтов, тайкунафтов, или как там они называются, вот таким образом, то есть по всем фронтам, несмотря на вот эту словесную шелуху, что у нас там-то хорошо, тут-то мы хорошо, и это, но когда пойдешь цены смотреть в магазин, там 10% не пахнет, про которые не говорят, инфляция 10%, а это все от этого зависит, да, все от этого, от уровня жизни, как тогда Хрущев-то, он же политику неправильную повел, правильно, с самого начала, он начал, чугуна и стали на душу населения в стране, продолжать эту сталинскую линию, ну, на оборону, чтобы танки выпускать, а танки уже никому не нужны, видите, уже ракеты пошли, а сейчас, уже беспилотники, тогда можно было делать, а он авиацию все потерял, этот Хрущев, он не сообразил, что можно беспилотники тогда творить еще, ну, бросили все на космос, туда забросили все для политики, но там тоже ничего, на Марс, ничего туда не долетело, опускали, пускали на Марс, на Венеру что-то там село, там одну секунду проработало, и тоже кошмар, ну, ну, не там, он охот побегал, и белку стрелку там, запустили, ну, а сейчас она во что это? белка стрелка превратилась в частный бизнесом, занимается, находясь в депутатах, ну, ладно, дело не в этом, в общем, все постепенно от сталинской, вот этой, политики, экономики главной, да, экономика, она, какая должна быть, она должна быть независимой от внешнего, а нас говорят, мы же в одной лодке, великий морковский кормчий, нам утверждает, мы же западу в одной лодке, то есть, он как бы с Байдена в одних трусах, в одни трусы пердит, правильно, поэтому, говорит, у нас все дорожает, там-то все дорожает, ну, хорошо, там дорожает, вот, юг Англии, пишет, эта девушка, которая там живет, значит, литр подсосного масла, один фунт, переводит, ну, даже возьмем, это 83 рубля, да, а здесь вот это вот, какое-то масло, самое хреновое, меньше 100 рублей нет, то есть, уже больше одного фунта, здесь, правильно, дальше, ну, это растительное масло, дальше, пенсия, самая минимальная пенсия, она сказала, 700 фунтов стерлинга, это не считая там бонус, который дают на отопление, дают еще, чтобы зимой не замерзнуть, чтобы заплатить большую сумму, это за отопление, берут в основном за зиму, много за отопление, и государство им сразу, раз за отопление дает, вот этим, у кого самая маленькая пенсия, ну, вот, сколько это будет, давайте переведем эти вот 700, ну, это 60 тысяч где-то, пенсии у нас должно быть, но она у нас, это редко в среднем 15, редко, уговор, но это в среднем 15, а 15 она, от гигантской пенсии депутата, суммируется с пенсией, которая 9 тысяч, социалкой, да, и вот, и это все усредняется, и получается 15, это с грехом пополам, а на самом деле, где-то около 12, 11, ну, вот, вот она установлена, вот она и есть, средняя пенсия, это брод у нас, это средняя пенсия, потому что, сейчас она установлена 13 будет, но это на следующий год только 13, для работающих, то есть, для работающих людей, брод установлен, ниже зарплату, ну, нельзя, нельзя, иначе сдохнут люди, вот таким образом, экономика должна быть независимой, а если ты в одних трусах с Байденом, то ты и делай пенсию так же, 75 процентов от средней, как там говорится, в программе КПСС-то было написано, 75 процентов от средней зарплаты по стране, средней зарплаты по стране, допустим, допустим, там 100 тысяч, значит, мы должны получать 75 тысяч пенсионеров, чтобы уверенно в магазине чувствовать себя, как говорится, не как на паперке, вот нищие на паперке, а как покупатели, равноценные другим покупателям, людям, правильно? Вот таким образом, то есть, когда мы киваем на Запад, если у нас что-то хреново, и мы киваем на Запад, о чем это? Это говорит о нашей профнепригодности, то есть великий курсий заявление должен написать, я профнепригоден, я, видите, я равняюсь по трусам Байдена обосранным этим, да, и равняюсь на него, но не учитывая, что он, значит, я пернул, а ты тут встишь 20 лет, это же сколько свалок насрал-то, это же жуть, кошмар, и ничего не убирается, а вообще, бордюры перекладываются, бордюры там, инфраструктуру, дороги, бьются там народ, чтобы бился народ побольше, вот таким образом, то, что цены растут, инфляция, у Сталина он не равнялся, почему-то на Англии, да, он снижал цены, правильно, потому что развивал производство свое, а мы равняемся на Гресу Тублер, Гресу Тублер там включила, и уже Путин отреагировал, выбросы сокращает, заводы закрывает, стройки прекращает, контроль ослабляет, все это, ну все, как бы, то, что хреново, вот это все на Западе, ну и с чем они остаются, вот эта шахматная игра в этих беженцев, беженцев, сейчас будет игра вот с этими, с Талибами, нарко, наркоигра вот эта, сейчас уже рекламируют у нас чай из конопли, чай из конопли, высокочистый чай из конопли, ну понятно, близко идет к этому, потому что надо как-то отбивать этот, трафик-то продолжать туда, Талибам-то они вяжут, на границе уже мешки лежат, с опиумом-то лежат, куда девать-то надо, что-то через этих беженцев туда и направлять, торговать надо, делать деньги, потому что там арестовывают вклады, мы должны все время повышать цены и слать туда в офшор, у нас двойная экономика, офшорная экономика, и значит здесь местная, местная экономика, которая равняется на трусы Байдена. Вот таким образом, двойная бухгалтерия, это вот мое, это все мое, это мое триллион, ну триллион, конечно, я большой человек, у меня там лежит триллион, он же лежит не у тебя, он в банке лежит, где у Рошельдов там банки, у Рокфеллеров, у Рошельдов, и других, и таких солидных банков, да, сегодня тебе дали, завтра уже не дали, все, санкции ввели, уже все, как в Каддафе получается, за те же деньги, которые того, за триллион, что такое триллион, что такое триллион, за триллион можно, ну все ликвидировать, все президентскую власть, все силовые структуры можно уничтожить наши, не открывая войны, без пуль, без патронов, за триллион можно уничтожить, ну все, всех этих приказчиков, вот начинает от последнего, как говорится, этого шестерки какой-нибудь там, полицейской шестерки, или там этого усины, судей, прокуратуры все, армию, все можно уничтожить, разложить в пух и прах, и будет, как говорят, чистое поле, как в Сибири, выжженная земля, правда, за триллион, не за миллиар, за триллион, что можно сделать со страной, а триллион-то твой, а вот московского этого, как говорится, мечтателя, правильно, он мечтает, как у него там, родственники будут хорошо жить на Западе, на этот триллион, и много поколений, ведь они там запланировали, что вольются в их систему, итальянскую, что мы там уже, наш виноградник-то в Италии, мы, может быть, там и породнимся с этими, с архонтами из девяти, да, которые в Италии сидят, вот как, ну, показали им с горы, это хрен, знай свое место, ты здесь надсмотрщик, надсмотрщик, и только твое дело, вот пасти вот этих вот дураков, вот нас вот дураков, и пасти, и туда к нам не лезь, а беженцев можешь присылать, поехали там, в одинами струями все, а будешь петь там эта песня, что вот детей, значит, типа, скажем, Гитлер, ты прикрываешься детьми, а сзади у тебя боевики, вот, еще, и попадешь под трибунал, так же, с самолетом, с этим, М-17, который ты даже не сбивал, а тебя оформят, что ты сбил, и все, и все доказательства представят, и свидетели уже есть, и все, кто виноват, там Стрелков, и кто, и ему позвонил, значит, ну, Великий Корыч, ну, конечно, с его подачей, все, куда-нибудь, Загогулина, она везде бедна, даже в юморе, вот таким образом, она даже в юмор влезает, это Загогулина, и свои политики назначает, ну, с Украиной мы не будем разбирать, потому что там, там все восьмось, видимо, только внешние, вот эта возня на Найску-Мальчику, а фактически Украина уже давно под влиянием Хабада, и она, Хазарского хаганата, там уже принадлежит, где вот у нас, московские эти, сатановские, жириновские, морданы, вот эти все, юмор стал, да, комсомольцы, вот, что такое комсомольская правда, радио комсомольская, радио КП, комсомольская правда, там два корня, моль, комсомоль, и Каин, и Каин, да, вот, вот теперь у самольской правда, это гибрид, моли, сидящий, который тащит за собой Каин, вот, теперь живите с этим, как они любят сейчас звать, раньше этот вот, там, этот, долбогреб этот, Антонов, он все кричит, он командовал Россией, страной командовал, он все время дрессировал нашу Россию, кричал через каждые 15 минут, как дела страна, ватсап страна, вот таким образом, а сейчас они придумывают какой-то факт, что, допустим, вот, ну, какую-нибудь глупость, там, из энциклопедии, что, вот, черти, это курил, а Сталин, генцеговин, флор, а дальше добавляют эту ключевую фразу, а теперь живите с этим, вот таким, то есть, вот она все, вот эта СМИ рассчитана на нас, дураков, все, начиная с самых фундаментальных трудов, все рассчитано для того, чтобы нас задурить, и пользуясь нашим, вот этим слабым образованием, кстати говоря, вот сейчас опять русским языком, занялись, уже занялись вплотную, и сейчас опять новые правила будут подправлять, так же, как в свое время, там, и эту букву, и эту, и Жириновский теперь, и его, чтобы его долба, вместо долба, долбогреб, его долбогреб звали бы, да, и таким образом, более культурно, не долбогреб, а долбогреб, он долбогреб, почти долбогреб, вот так вот. Русский язык, да, с него, собственно, и начали они уже после войны, сразу же после смерти Сталина, сразу взялись за русский язык. Я это обнаружил на себе, самом обнаружил, я тогда учился, допустим, когда, вот в 55-м году, я учился в 5-м классе, да, в 5-м классе пришел, только что недавно закончил, значит, большой педагогический институт, или МГУ, педагог, который воевал всю войну, весь увешанный орденами, но парень молодой, потому что его взяли, в 18-е лет, он там отвоевал 5 лет, потом отучился еще, и он пришел где-то, в 55-м году, начал преподавать русский язык, и литературу, ну, это феноменально, это какой-то уникум, вообще, самый любимый учитель был у меня, и в школу ходил только из-за него, прихожу со школы все рассказывать, что был на уроке, все, прекрасный этот учитель, вот, убили, почему, потому что, ну, слава, лучшего изгоя убей, вот как, и это началось сразу, после войны, то есть, после смерти Сталина, это 55-й год, начали уничтожать все лучшее, что есть там, и выпускать вот этих всех подпольщиков, которые вот эти из тюрьмы, которые пришли, начали песни, гитару щипать, они начали вот это, уголовщину свою, вот эту тюремную, свою культурку, они вот насадили при, и это было планомерно, вот этим, как говорится, перевертышами, троцкистами сделано для, как говорится, подрыва культурной основы страны, и вот, ну, как убили, очень просто, он, как участник войны, весь в орденах, ему положено было победу машину, вот победу, и вот в городе-то в городе-то было, там, может быть, и пять машин таких всего, и таких людей-то было, раз-два я общался, и устроили ему аварию, с грузовиком, там, с каким-то, с трехтонкой, с пятитонкой, со студобекером, вот, зажали, замяли и убили, в общем, это было сделано, это дело КГБ, уже тогда КГБ, сразу стало работать против культурного самого слоя, остатки, которые с войны пришли, потому что задача войны-то была, как Гитлер-то откровенно говорил, что надо уничтожить все, что там культурно есть, и водка, табак, водка, пляски, танцы, и все, и частушки, и больше ничего, пьянки, частушки, и секс, вот, секс-просвет. Ну, это один, за это время-то не один случай был, второй пришел учитель тоже, часик войны, историк, великолепный историк, вот типа Пыжикова, да, но он все знал, историю, но так знал, что там исказить невозможно, там подлинники читал, и очень образованный был человек. Ну, так же, как вот, тоже убили, как этого, какого-то там, писателя, какого-то писателя, да, как раз перед днем Победы, на велосипеде ехал в Москве, он, его шибли, эти КГБшники, и здесь так же произошло, это, историк тоже любил на велосипеде ездить, ну, ездил на велосипеде, тот ездил на Победе, литературщик, а этот на велосипеде, ну, конечно, его сбили легче, его легче сбили так же, вот, насмерть, конечно, сразу, ну, в смысле, его не насмерть, он стал таким инвалидом, что он через несколько лет он скопустился, и был проф уже непригоден для преподавания, сделал инвалидом, он быстро потом скончался, не выйдя даже на преподавание дальше, ну, вот, такие дела, вот эти возня с русским языком, она к чему, и сейчас мы видим, я вам как-то проигрывал, радио, значит, Пасад, радио Пасад, есть в Сергиеве Пасаде, Святой Город, проигрывал, это включал, и там видно, что одни буги-выги, и иностранные, вот эти фигня, вот это иностранные, по-русски ничего, никакой ни песни, ничего нету, и это радио, вот местное радио, да, и так насаждается английский язык, он везде, даже в детском радио, это везде впихнут, вот это, все языки, даже другие, какие-то итальянские туда впихнут, и все, чтобы у людей была каша в голове, русский язык, чтобы не знали вообще они, русский язык, а из русского языка мат, и сейчас смотрят школьники, мат-перемат, вот, они разговаривают только матом, так же, как в армии, вот эти вот, ну, у кого есть погоны, они, у них разговор, вот эту хреновину приведи к этой, при хреначке к этой хреновине, и эту хреновину, и все, и это, и все вот на одно слово, там два-три слова, и все они друг друга понимают, и все потому, что там очень простые дела, да, обезьянные дела-то они, немногими словами выражаются, вот таким образом, можно сказать, что у нас сегодня занятие, закончено такое, мы кратко рассмотрели, то, что будет у нас весной, какой мордок, да, сколько порток надо одевать, вот мордок, и кому надо одевать портки, и кому надо снимать портки. Всего доброго, до новых встреч, слава Пифагору, мы теперь видим, что у нас, оно в добрых, как кажется, в добрых руках находится, медицина перешла от Менгеля к хорошим, к рыжим людям, да, Хасиды. Хасиды. Продолжение следует...